Привет! С вами снова канал ТОПБИР и его ведущий Платон Харитонов. Сегодня не будет знаменитых личностей, приглашенных в мою компанию попить крафтового пива. Не будет долгих рассказов о моих гостях, ведь сегодня мы снова идем на абордаж. Поехали! Здравствуйте! Можно задать вам пару вопросов? Ну ладно, нет, так и нет. Здравствуйте! Как хотите! Здравствуйте! Можно пару вопросов вам задать? Меня зовут Платон, я представляю канал, youtube-канал ТОПБИР и бар ЙОХОХО. Скажите, вы когда-нибудь пробовали крафтовое пиво? Да, конечно. Расскажите, что вы пробовали, что вы знаете из сортов и стилей пива? Только вишневое, либо темное. То есть вы, собственно, практически не разбираетесь крафтовое пиво, это очень хорошо. Угощали, но толком нет. У меня к вам есть интересное предложение. Пройти с нами буквально 200 метров до бара ЙОХОХО и попробовать крафтовое пиво. На моем канале люди, я приглашаю гостей, которые пробуют крафтовое пиво, высказывают свои эмоции, впечатления от этого напитка. И за этим, собственно, мы и охотимся. За свежими эмоциями, настоящими реакциями и впечатлениями. Я думаю, мы согласны. Вот вы и добрались до нашего бара. У меня в гостях Роман и Маша. Расскажите, какие алкогольные напитки вы предпочитаете? Что в вашем бокале в пятницу вечером? Темное пиво. Темное пиво, либо такие более крепкие алкогольные напитки. Более крепкие алкогольные напитки. А к другому пиву, кроме темного, что-то еще пьете? Какие предпочтения еще бывают? Для меня главное, чтобы пиво не было горьким, у него не было специфичного запаха. Понятно. Интересно. Как получилось, что вы пьете темное пиво? Там, по какому-то чешским пиву черновато. Но это вообще пиво не было. Чернова мне уже не было. Замечательно. Ну что же, перейдем к первому пиву. American Pay LL Lacto Cafe Mango & Passion Fruit. Пивоварня Островица, город Аша. Плотность 13, содержание алкоголя 5,5, расчетная горечь 25. Lacto Cafe серия L, сваренных с добавлением лактозы и мякоти фруктов. Кроме лактозы, манго и маракуйи, пивовары сварили это пиво с добавлением трех хмелей. Amarillo, Galaxy и Nelson Sauvignon. Прошу. Ну, наше первое пиво. Предлагаю оценить сначала аромат, конечно. Как для тебя, Маша, аромат, как ты сказала, для тебя, если какой-то запах неподходящий, ты не будешь проводить это пиво? Ну, оно пахнет манго. Манго я не ем, но я попробую. Думаю, Роме понравится. Оно. Ну, что в аромате, кроме манго, что-то еще чувствуется? Или он тропический? Ну, это будто сок о мультифруктах, когда редозировался, когда кто-то так вот. Роман? Необычно. Ты такого не пробовал? Такого нет. Это не очень крепкое пиво. 5,5 содержание алкоголя в нем и плотность 13. Ну, 13 – это высокая плотность. Ну, у обычного пива, которое продается в наших предмушках, плотность 10-11. У этого 13 – это не 22 и не 35. Людям, которым нравятся тропические нотки, очень понравился легкий напиток, такой освежающий, лень. Для погоды сейчас запомнил. Да, сегодня жарко, и как раз такой напиток для такой погоды подходит, как нельзя, хорошо. Ну, Роману понравилось. Мне, да, отлично. Если хотите вкус манго, вы не покупаете манго, потому что вообще альтернатива прекрасная. Кроме манго, здесь есть еще и маракуйя. Это American Pale Ale, сваренный из лечменного и пшеничного солода, с большим добавлением лактозы. То есть сладость в напитке дается именно за счет лактозы, которая не сбраживается пирмы или гранжами, и вот того такая мягкая сладость в нем присутствует. Кроме всего прочего, что здесь тропические фрукты, лактоза, пшеничный солод, который добавляет такой бархатистости тела этого пива. Здесь еще и одно из самых важных вещей – это хмель, который добавлен в это пиво. Охмелен он тремя разными хмелями. Три разные школы нового света хмелевых. Это хмель Амарила, Америка, который дает грейпфрут, новки грейпфрута, персика, апельсина. Хмель Галакси – это Австралия, которая усиливает тропические новки этого напитка. И хмель Нельсон Савиньон из Новой Зеландии, который дает уже винные, легкие винные тона этого напитку летнему пиву. В этом пиве небольшая горечь, 25 единиц горечи, измеряются они, так называется, системой IBU. Интернешнлобитерность юнекс. Горчинка ощущается, но она легкая. Она в послевкусии хорошо так садится на него, приятная. Ну что же, нужно поставить оценку от этого пива. Я вас никогда не обреждал. По шкале от 1 до 10, но вам нужно поставить оценку совместную. Какая будет оценка от вас двоих. Но учтите, что Роме понравилась, а Маше нет. Я бы поставила 7 баллов из 10. Прямо? Ну, я бы тоже поставил оценку 7, не больше. Ну, поскольку я люблю в основном темное пиво, а вот это можно, но в охотку. Лакта-кафе Мамгрен Пэшн Фрут 7 баллов. Как вы думаете, что это будет? Светлое, темное? Ну, оно похоже на инфильтрованное. Полутемное. Полутемное, инфильтрованное. Ну, сейчас мы это выясним. Газе газометрии от пиратской пивоварни Юхо-Хо, город Новосибирск. Плотность 11,5, содержание алкоголя 5. Газе кислое, сильно карбонизированное пшеничное пиво со слабой горечью и сдержанной добавкой кориандра и соли. Сильно выброженное и сухое. Кориандр дает ароматную лимонность, которая прекрасно сочетается с фруктовостью и кислотностью. Соль же проявляется, как очень легкий чистый морской бриз. Прошу вас. Роман. Вы не торопитесь пробовать. Оцените аромат, чем она пахнет. Роман что-нибудь напоминает? Есть какие-то ассоциации с чем? Лимон. Много лимона. Оно аж по зубам отдает. Не мое. Солидарно. Не, я бы такой не пил. Очень кислая, через пиво. Для меня очень кислая. А зубы свело. А кроме кислоты еще что-то чувствуется? Соль. 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 Да. Много кислого. Это прям сильно-сильно любителям. Да, вот я как раз любитель этого пива. Я люблю, чтобы оно было вот таким кисленьким. И соленость, это как раз, она всегда присуща этому стилю пива. Называется стиль пива газе. Сварено оно, как вы правильно заметили, что оно пшеничное. Оно сварено из ячменного и пшеничного солодов. И, конечно, соль. Добавлено розовое гималайское соль на пиво. В газе всегда добавляется соль. И третий элемент газе, неизменный, традиционный, это кориандр, который отвечает за нотки пряности. Итак, это газе в пивоварне Йохохо. Называется газометрия. Это пивовары так скаламбурили, позволили себе, поскольку они, наверное, считают, что они сварили, постигли все тонкости этого стиля. И сварили, в общем, с этой каталогной газе от газометрия. Такое пиво. Теперь ваша оценка им. Лично для меня это единица. Я бы никогда такого не попила. Не посоветовала бы никому. Найдется человек для этого пива, но это точно будет у нее. Это я. От меня тоже единица. Я такой не буду покупать. Газометрия от пивоварни Йохохо. Единица. Ну что же. Ну, пришел ваш час. Поехали. Балтийский портер «Черная мамба» от пивоварни «Коник Сприори» город Заречный. Плотность 17, содержание алкоголя 7. Пархатистую структуру этого классического балтийского портера элегантно подчеркивает вишня, добавленная пивоварами во время варки. Она же дает великолепный баланс со сладостью и горечью балтийского портера. Пожалуйста. Ценете аромат? Сразу не пейте. Пархнет хлебом. Терным. И теперь вкусно. Оно. Ну, оно приятное. То есть у нас вкус, у нас запах. Ну, ты ожидала чего-то большего все-таки? Ну, я просто люблю, когда больше баллов. Больше, а более газированное. Ну, это именно то пиво, то, что я люблю. Вот. Попали в точку. Это лично мое мнение. А что здесь? Что-то чувствуется, но я не могу понять, что. То есть и сластенька. Вот в основном как бы есть сластенька, а кислинки ее таково и не наблюдаются даже здесь. То есть. Ну, это вот лично мое мнение. Я такое пиво люблю. Алкоголь особо не чувствуется. Пьется легко. Ну, как что, для большой компании советую. Что во вкусе? Есть один нюанс. Ты про него говорил в самом начале программы, когда еще мы только садились. Ты говорил, о, какое-то разное пиво будет. И в этом пиве есть нечто, о чем ты говорил. Вишня. 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 Вот. Сварили это пиво. Если вы купите здесь какие-нибудь красное мясо, ну, я буду платить уже баночки дверц, скажем так. Вот. Ну, 8. Хорошо. Ну, а теперь попробуйте договориться, что все-таки поставить вам. Мамба-намба. Ну, я солидарно встану, поэтому 10. Десятка. Ну, вы любители темного пива. Хорошо. Мамба, черная мамба от пивоварни Коникс. 10 баллов. Сегодняшний победитель. Черная мамба от пивоварни Коникс. А для вас, дорогие мои гости, у меня есть небольшой подарок. Это сегодняшний победитель для Романа и темное пиво, которое, надеюсь, понравится Маше. Овсяный сталк от пивоварни Йохохо, овсяный чек. Овсяный чек. Надеюсь, если понравится, я где-то вам буду сообщить. Да. Вы можете в этом отписаться в комментариях к этому видео на нашем канале и сказать, понравилось ли оно вам. На этом все. Спасибо, что были с нами до конца. Пробуйте крафт. Влюбляйтесь в крафт. Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Комментируйте и лайкните. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!